эпизод номер два гигантские урожай груши по 90 процентов это северянка нет северянка слаще короче полкультурная груша сейчас прошу хозяйки откуда она взялась вот дала вот такой урожай и все это только для нее мусор все это будет выброшено просто выброшено я даже знаю куда я в компост может сейчас прошу это на каждый год у него такое чудо а у него жил мой этот моя груша почему это не на они это какой сорт груш ой хорошо сказано я снимаю а ты ругайся будет будет а еще каждый год куда это это же практически мусор так ведь ну вот вот и мне мусор был бы так не покупали так вот как когда есть сто лет почему я давно не спилили а мне ничего нет а вот идите сюда а где вы ее взяли а вот это вот дурочка вон какая но ведро только сколько лет ведро только ведро она хорошая но это угостись о суши ой да 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 до боли знакомо это ты не у меня брала наверно у вас йоги вот знаешь что такое это среднерусская то шикарный сорт только она осенняя поезжайте не разрешаю себя показать ладно не буду переспеет делается картошка картошка так его надо вовремя есть а я ее сушу знаете как верю она просто сладкая когда унесу изначале осень она твердая вот сейчас есть нельзя зубы поломать нет а так ты взяла полу гнилую у меня в руках ну в принципе есть можно а передерживать нельзя у нее 40 хранения все месяц и так мы нашли мою грушу среднерусскую ладно лесную красавицу мои угробили угробили сознание ну вырезали конечно вырезали а как же без этого все режут сейчас вообще резать нельзя я в таких случаях приеду мои все режете я вам по пальцы по отрезаю сектор ясно да не искай вкусная жаль не могу показать тебя запретила ладно короче что получается это мой праздник а знаешь почему мало груш таскала ведро потому что пыли книг вот это полик не вот это полу культура где она делается господи караул а а ну да вот она тут еще ведра 10 висит с той стороны вот ну что сейчас уйду ну чё получился как-то экспромтом еще один небольшой фильм чем я очень доволен теперь так покажу еще свои эти свое свое я сделал обрезку воронежская это тот же уровень что лесная красавица и сладчайших вот отрезал часть крови сейчас покажу но извини не нам не надо это это учебные фильмы для всех чтобы также не резали обрезка только при посадке это называется по железу предпосадочная обрезка персик он с голыми корнями корни хорошие смотри вот я их не скалечил но обрезка сильнее из-за голых корней 1 зима на носу 2 он должен за месяц прижиться вот завтра тепло потом холодно тепло холодно сегодня у нас 2 октября октября он приживется только потом вы на него наденете картонную коробку сверху картонную коробку когда пойдет снег вначале боков засыпите а потом снега будет больше 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 вплоть до того что чуть ли не все засыпать надо под картонную коробку он прекрасно перезимует а второй третий четвертый год это уже будет буду жив буду контролировать хочется чтобы у вас были уже и персики мой сосед также персик у меня купил растил первые 6 персиков визгу было потом приезжаю он ему метровый штамм сделал вот сюда полтора метра а он снизу метр отрезал щек согласно книгам журналом к этим газетам и все он еще вот не проснулся так ну что поговорили значит так это груша нет это не северянка северян все-таки вкусно хоть такая же неотличима с виду я все это на вино пойдет только сахару больше надо ты не знаешь что скажи откуда вы ее взяли а кто-то дал прививку привели вырастили сами и сегодня не мог найти хорошую сорту прививку раньше ничего не мы с познакомили где-то четверть века назад примерно садов не было привели она пошла 25 лет назад ты у меня купила абрикос и по-моему не пожалела ну да ну да так все заканчиваем я уже это сама сама стала ты устала от меня я в данном случае выступаю блогером гу все вот это место убирается и садится персик ну что друзья благодарю за внимание жаль не могу показать твое лицо вкусное вкусное это среднерусская я я так рад что это что еще одно еще одно обнаружил и в краю это в красном хуторе у моей знакомой значит у нее этот самый груша лада ну как да вот начале века я запретил также обрезать сказал пальцы обрежу и она мне припомнила я говорю ну как пойди посмотри вот вот такой вот а представь умножить на 10 умножить на 10 вот такой вот ужас ни разу не подошла секатором отрезать что они творят эти специалисты все благодарю за внимание это моя любимая тема отрезать пальцы тем кто калечит деревья пока